Здравствуйте дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Выходила замуж за верующего, а через время он веру потерял, прав не ходит, как теперь быть? Грустная история, но скажу вам, что веру потерять окончательно практически невозможно. Есть какие-то проблемы, которые потокнули его к этому шагу. Необходимо об этом говорить, необходимо понять, что же с ним случилось, что произошло в его жизни, какая трагедия, какое духовное кораблекрушение произошло, что привело его к таким плачевным результатам. Опять же, что для него вера, если он просто в храм перестал ходить, а до этого он не спрятался, не причащался, а просто совершал такую некоторую повинность, чтобы жена не пилила, то это одно. Если он был глубоко циркуленным человеком и вдруг что-то надломилось, то это другое. Необходимо говорить, необходимо общаться, необходимо привлекать людей, которые являются для него авторитетом. Может быть даже показать какое-нибудь видео на портале экзегеты. Такой вопрос уже неоднократно на самом деле всплывал в ваших письмах. Хорошо бы, конечно, чтобы со священником человек поговорил, которому доверяет, который может открыть истинные, настоящие причины своего отхода от веры. Потому что все равно, с одной стороны, мы можем говорить о множестве каких-нибудь внешних факторах. Вот нам не нравится в церкви первое, второе, пятое, десятое. А на самом деле тебя подтолкнуло к этому невозможность соединения твоих убеждений, религиозных убеждений, с, допустим, изменой жене. И ты понимаешь, что надо или перестать изменять и послушать Господа Бога, или продолжать жить, как живешь, и убедить себя в том, что Господа Бога на самом деле нету. А раз нету, то и заповедей необходимости сохранения верности жене нету. Что говорит общество? А общество все так и живет. И все, гештальт как бы закрыт, и ты спокойно живешь, как хочешь. И вот, я, понимаете ли, веру потерял, потому что отец Никифор себе четвертую яхту купил или пятую. И все. Он будет тебе рассказывать очень долго о каких-то погрязших в коррупции и в богатстве папаха, о том, как ему нагрубили в церковной лавке, несогласие с духовенством, по каким-то политическим вопросам. Но, на самом деле, фундамент совсем другой. Истина стоит за множеством каких-нибудь псевдологических нагромождений, которыми человек пытается как-то себя успокоить. Ведь, по сути, он разговаривает не с тобой, а своей собственной совестью, уговаривая себя жить как хочет, но при этом не помнить о вере. Вот, заметьте, когда по электричке или по вагону, или просто по каком-то большом общественном пространстве проходит нищий человек с просьбой о помощи, в некоторых рядах начинаются шумные разговоры о том, что вот они все профессионалы, а вот я знаю такую историю, а вот я знаю такую историю, а вообще он сейчас на выпивку себе собирает, а вот у них там смотрящие есть, которые все это отберут, не надо ничего давать. Это же разговор не друг с другом, это разговор с твоей собственной алчной совестью, который говорит, дай денег, дай денег, а ты ее убеждаешь, не надо давать денег, не надо самим малым, я бы кто бы дал, и ты, ну, в совести говорит, да нет, ну дай же денег, Господь говорил, дай нуждающемуся, а ты не хочешь, и ты начинаешь слух проговаривать, вот эту собственную беседу со своей собственной совестью, но вроде как бы с другими людьми, ища поддержку в них, и, как правило, находишь, всегда найдутся люди, которые будут говорить, да-да-да-да, не надо ничего давать, и ты спокойно едешь дальше в совести. Тебя больше не мучает. Ну, вот так 5, 10, 150 раз поговоришь с ней, и она просто у тебя сдохнет. Будешь мертвой душой, как у Гоголя. Почитывайте иногда, перечитывайте это бессмертное произведение, есть много хорошего и в русской литературе, которая, по сути, своей христианская. И говорит о евангельских ценностях с людьми, которые Евангелием, может, даже и не считают книгой богодухновенной. Через черный ход заходит в сознание человека, и он живет по-христиански, не будучи даже христианином. В этом величие и слава русской литературы. Так вот, что же делать, когда муж веру потерял, а ты хочешь его к вере вернуть? Что, разводиться, что ли? Или как? Многие женщины, да и мужчины, но чаще женщины, жаждут именно этого. Ну, как бы под шумок. Он и так меня достал, а тут еще вроде бы появился легитимный повод с ним развестись. Ну, что же говорит апостол Павел? Говорит он в первом посланнике Оринфянам следующее. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, а жена неверующая освящается мужем верующим. Не добавить, не прибавить. Живите так, чтобы муж приобретался Христом через ваше поведение, через вашу любовь с нежностью мужу преподаваемую, как об этом пишет апостол. А апостол Петр добавляет к словам апостола Павла, какой же должна быть женщина? Он предлагает, чтобы жены повиновались своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, не вашему слову, а евангельскому слову, вот этому. Житием жен своих без слова приобретаемых были. Представляете, какая ваша должна быть жизнь по Евангелию, чтобы без ваших убеждений апологетических муж становился христианином. Представляете, какая добродетельная жизнь должна быть? Икона Евангелия. Выживай, икона Евангелия, через которую муж познаёт Евангелие, не слыша это слово вообще ни разу. И когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие, чистое, богобоязненное, красиво, да будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы, ни нарядность в одежде. Ну, сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Кроткий молчаливый дух. Мужчины, если вы это слышите, конечно, не плачьте, это, конечно, редкость, но жены дорогие, почитывайте третью главу Первого Соборного Послания апостола Петра, запомните это и старайтесь быть такой, к чему вас призывает апостол Петр. Если бы это было невозможно, то он бы и не призывал, а раз призывает, то возможно. Так что, друзья мои, разочарую вас, разводиться с неверующим мужем Библия не велит, а велит вести себя так, чтобы мужья ваши не столько словом, сколько жизнью вашей были приобретаемы для Церкви. Помоги всем нам, Господь. Продолжение следует...